У меня одна смотрит там, неправославная, и говорит, а в одном ролике вы неправильно перекрестились, я еще не посмотрел, да посмотрите как, потому что я сижу за столом здесь, и подо мной пальто свернутое, я вот так вот сижу, а рука-то у меня поврежденная, не поднимается, я в другой раз вот так вот руку поднимаю, селом-то, и видимо это не донес, только как строго смотрит за мной, все время уж стараюсь донести уже усилим, но я не могу мощи-то показывать-то. А вот, говорит, вы там крестились неправильно, и говорит, это не православные. Вот какое дело-то. Какую любовь люди проявляют ко мне? Если я им не открываю, они стекла бьют ледусь, через забор перепрыгивают ночью. Послание к римлянам, святого апостола Павла, 15 глава, 4 стих. А все, что написано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду. Толкование коротенькое. Здесь увещевает их к терпению искушений, говоря, да укрепляемые Писанием терпим, и терпением да покажем в себе все живое и постоянное упование. Ибо кто терпит, тот показывает, что имеет в себе упование на будущее и благо. А кто не терпит, тот потерял упование. Вот я в другой раз задумываюсь, вот как так. Одному и тому же кругу людей говоришь, одни принимают, другие нет. И вот я себе могу сказать только, когда я обратился, и там было много разных сект, я со всеми перезнакомился, стал ходить, брать книги, все конспектирую, сравниваю. Это первые месяцы моего обращения. В 62-м году. И сразу же мое сердце повернулось к тому, что все, что они дают, это неправильно. Никто мне этого не говорил. Я рассуждением пришел, что надо искать не сегодня, а как понимала церковь до этого, когда она была единая. Вот эти толки разные, как они называют динаминацией, как это название-то демоническое. Демонация эти. А сегодня я им даю толкование, вот это вот, толкование Яна Златоуста. Даже сход отметают, а почему я должна принимать его, Дух Святой дышит где хочет, то есть в ней все дышит, и она ненависти кипит. Ну ты хоть прочитай маленько, сравни с тем, что есть. А зачем? Дух дышит где хочет. Вот эта свирепая надменность, в сектантах, прям как будто старобрятся. Вообще не принимают. Вот в ролике я сижу, открываю, а вот вы сейчас говорили там, толкование святых отцов. А зачем это нужно? Понимаешь, как я искал по всей стране, найти его в первый год. А здесь готовое даю, отбивают. Значит, это мертвая душа, приненая сатаною. Она не может тьму от света отличить, но я уже ничего не отвечаю, вижу, там трогать нельзя. Почему? Этот человек прописан в аду. Его нельзя трогать. Если ты, ну, твое толкование сравни с тем, толкует, а все остальные места Библии к этому не подходят. Они, ну, не примиряются с собой. Да ты примиришь, чтобы все Библии было непротиворечивое. Хотя бы это. Новое толкование. Я опять снова показываю, даже вот тысячелетнее царство, график нарисовал. Ноль, внимание, как будто ничего не говорил. Как будто бы на раскаленную плиту воду плеснешь, когда на шарике катятся, вот так спадают. Ничего нельзя сделать. Это от Бога. Я не избрал Господь, говорит, а теперь Он на себя надувает, Дух Святой, все слова собирает. Вы почему не видите, что написано, крестили во имя Господа Иисуса? Нигде не крестили во имя Отца и Сына и Святого Духа. Крестили во имя Господа. А что это означает? Ну, так и надо говорить во имя Господа. А вы во имя Отца и Сына и Святого Духа-то неправильно. Ну, а куда это место-то деть, когда 28 глава Матфея говорит, 18 истит? А его как будто бы не было. А там перевод неправильный. Ну, какой же он перевод? Во имя свати, тещи и снохей, или кого? Отца и Сына и Святого Духа. Почему эти слова? А там во имя Господа, то есть веры в Иисуса Христа. А это как раз Сын. Это Сын Божий. Это все, что мы крестимся, это во имя Господа мы крестимся. То есть я во Христа уверовал, а произносятся слова во имя Отца и Сына и Святого Духа. Не слушают. Не знают этого. Но есть такие, которые прилепляются и благодарят. Я вот теперь задумываюсь, начал, смотрю. Да как же так? Я мог это не понимать, не видеть. Да за ворики благодарят. Но это и совсем мало. Вот и все. И вот это место считаешь ты. Один вопрос. А как понимали святые отцы? А теперь сравнись с другими местами. А что ты сравнишь, как другие места тебе неизвестны? Вот она толкует, а я другое место уже всплывает, как всплывающее окно какое-то. И я вижу, оно не сходится. А я ему говорю, вот такое место. Он ноль внимания откидывает и дальше говорит. Я снова говорю, ну я же показал место. Вы на него ответьте. Оно не отвечает. Я вижу, что он не слышит. И у них как? Они долгают, долгают, долгают. Я спасен, я спасен, я спасен. Он как, ну, три жабьих духа выходили из усталжи пророка там говорит. Ква-ква-ква-ква и все. Но ты не квакай, один раз прокукарекай хотя бы. Посмотри, как здесь написано. Сравни с этим. Библия-то она не одна страничка-то. Вот это узо из ряда на истину, это и сектанство. На этом месте тысяча сект возникнет. Считай. Пятый стих. Бог же терпения и утешения дадарует вам быть в единомыслии между собою по учению Христа Иисуса. Толкование. Показывает, что с писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Подчеркнуто и выделено жирным шрифтом эти слова, которые будут комментарии дальше. Это поясни, скажи, дает терпение, дает? Показывает, что с писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Ну вот ты объясни теперь. Терпение. У кого есть, называется терпеливый. А у кого нет терпения, называется нетерпеливый. Какая между ними разница? Ну вот конкретно. Ну вот мы сидим с братом. У него есть терпение, а у меня нет. Как-то это выражается поведением как-то, в отношении к делу. Рассказывай. Как ты можешь узнать, кто из нас терпеливый, кто нет? Ну какую-то ситуацию смоделируешь, чтобы понятно было. Не хватает. Ну-ка давайте кто-нибудь. Раскиньте палатой ума женского. Я же признаю, у женщин тоже бывает ум. Когда платье понравилось. С учетом того, что на 25% меньше, в среде статистическое. Но бывает такая леди железная, которая всех мужчин по голову подвигает. Как женщина вот эта, которая задавила там. Вот женщина. Как она сидела, что она делала, как она могла ему защемить-то там все непонятно. Ну 110-то килограмм, конечно, ей в помощь. Ну, видать, она там руками ссувалась. А он-то, наверное, тоже такой скромный. Ну ладно. Рассказывай. Вот сестра хочет. Сестра. Нетерпеливый, значит, дерзкий получается. Нетерпеливый, значит, дерзкий. Не всегда это. Ну какую-то ситуацию создай. Какая-то ситуация. Конкретно. В семейной жизни. Вот один муж терпеливый, другой нетерпеливый. Так же точно жена, дети. Ну покажи какие-то обстановки. Непослушание, дерзость. Ну когда, допустим, вот, жена, ну там эти примеры приводили часто. Жена, когда к мужу, к пьяному, относится с терпением. Он пьяный приходит, она его обиходит, там уложит, уговорит его. Глядишь, он так, если, ну это вот вы пример приводили. Андрей Соколов, судьба человека, Шолохов. А, да, 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 точно, точно оттуда вы это. Я на его терпение, мол, он потом покаялся. И всю жизнь, говорит, не прощу. Как я на вокзале, когда оттолкнул, когда поезд пошел. Ну, уже вот, ну, призвали в армию. А раз еду, говорит, по улице, улица для меня, говорит, узка. И еще могу привести собственный пример. На Ползунова, когда жили, зайду, как на Тихонычу, он сидит за компьютером. Что-то там печатает. Одетый в валенках, все. Я говорю, сколько тут у вас градусов? Такой дубак! Смотрю, градусов 10, а то 9. Я говорю, что, компьютер замерзнет. Да еще до вечера я вот жду. Я зайду к себе, думаю, ну у меня-то получше. Посижу немножко. Нет, надо топить все равно. До вечера не дотянул. Терпежу не хватает. Надо научиться ждать. Это лозунг Кутузова. Отсидеться. Отсидеться. Как в народе говорят, будет праздник на нашей улице. Это пример Анастасии Ударешительницы. И у ней был, вон вузок сидел ее, при смете от Хрисогон. Она жаловалась, муж заблокировал все счета. Она была богатая. А изъязычник. Подожди, Настя. Господь усмотрит. Поехал, коммунировка, утонул. Ну, ясно дело, она тут размахнулась. Заключенных из христиан стала выкупать Анастасию Ударешительница. Мы в житиях святых найдем столько людей, которые умели терпеть. И терпением победили все обстоятельства. Надо терпеть. Вы помните, когда в книге Иудиф, они собрались и говорят, вот мы сейчас будем пять дней, если не будет ничего помощи ни от худа, откроем ворота. И как Иудиф пришла, говорит, вы Бог, из чего условия ставите? Ну, Бог может на шестой день помощь подаст. Какое вы право имеете так? Бог испытывает наше терпение. Ну, и никто не знает, что. Она сдала. А кто больше угрожает? Угрожает. Алафер. Дерзкие речи говорит. Да. И язык высовывал. Да. Ну, я его голову принесу, вам язык вырежете. Тогда довольны будете? Так она и сделала. Ну, и она эти слова не говорила, но так получилось. Нельзя было говорить. Ведь надо же смотреть как. Какое терпение. Вот терпеливая была терпением, славилась кротким характером Руфь. Представьте себе, идет в другую страну, мужа нету, идет со свекровкой. И здесь свекровке она так предалась, даже не придумаешь как. Свекровка, ты ей говорила, вообще необыкновенная. На чужом поле не собирая, и вот он нам во острое дня. Он там даст. А он слугам говорит, там отбрасывайте ей колоски-то. Она набирает. Как приняли? Хорошо, да мало того, он мне еще там поездал. А потом, ну вот сейчас там ты посмотри, куда он ляжет спать. И ты, доченька, подойди, потихонечку открой одеяло, и у Локова ляжь. А что дальше? А дальше он знает, что сделать с тобой. Ну, сегодня, если увидел, что у Локова лежит молодая красивая женщина, что он делал? Да подгреб ее, как петух, да и все. А он сразу говорит, никто не видел. Так, хорошо, ты не пошла искать молодых и прочее. Иди с Богом. Завтра я это решу. И вы знаете, как дальше у них все было. Это будет кто? Прабабка царя и пророка Давида. Вот она кто такая. Послушание, терпение. Она терпела, ждала, ходила. Где-то слуги не так с ней поступят. И в конце концов, Бог ее возвысил. Целая книга про нее написана в Святой Библии. Терпением надо ждать. А терпения нет. И поговорка говорит, переходи на долгое терпение. Включай другую скорость торможения. А Авраам тогда? Володя, он спрашивает, ли Мила Степановна что-то. Старый. Да, Львова Степановна, пожалуйста. Ну а я могу привести пример. У нас есть такая сестра Александра. Ее поведение тоже по отношению к мужу, к неверующему, было такое, что она терпением, я считаю, что она терпением приобрела веру в то, что она входит в нужное место. И что это место, в которое она ходит, слушает там Слово Божие. И он понял, что она ходит в то место, которое превратило его жену в терпеливую, послушную жену. Она мне всегда говорила, я такая была в молодости, нетерпеливая. Я была такая в молодости, никогда я не давала, чтобы он сказал больше двух слов. И я всегда ему перечила. Его мнение для меня было не это. Я ему не покорялась, она вот так говорила. И когда он понял, увидел, что она стала покоривая, она в послушании, когда он сказал, давай, Сашенька, вот так сделаем на даче. И стоит два слова, скажет, давай так сделаем, Саша. Она, как скажешь. Вот он делает, делает, он смотрит на него, она опять. Саш, ну давай вот так сделаем. Она, да как скажешь, Ванечка. Третий раз что-то уже там в бане, говорит, мы делаем. И она там уже, он позвал, говорит, давай тут вот как сделаем. А он говорит, как ты хочешь. Он говорит, сел там. Не верит, сидит. И говорит, я, наверное, пойду с тобой туда, куда ты ходишь. И стал ходить с ней. И потом уже сам же рассказывает, что он, увидев изменения такие в жене, что она стала терпеливой, причем не просто она, вот медленно переходила на терпение. Она быстро как-то это, и вот эти, он-то приглядывался, приглядывался, но все равно недоверие. А когда уже трижды она его послушала на саду, когда она там ему не давала даже никаких это, только указания. И он тогда перешел на то, что надо ему, мысль такая у него, что ему нужно ходить туда, куда она ходит. Это, это, чтобы его жену всю жизнь прожившую, в таком возрасте, который уже за 60-е, она вдруг покорилась ему. Ну, это, эту женщину, женщину покорить невозможно после 60-е, и он понял, что это только Бог. И он уверовал, и какого брата мы приобрели. Я спрашивал, говорю, вот жидия нашей сестры. Александра Ивановна, я говорю, бывает, что ты не слушаешь? Да бывает. Я говорю, что ты делаешь? А я ему сразу в ноги падаю и говорю, дедушка, прости меня. Как будто, это, внучка, а он, дедушка, прости меня. Да, прощает, ну, конечно. И он, январит отечественной войны, он на каких фронтах был, у нас все записано в книге. Умер по-христиански. А мать Моника, Блаженная Августина, как приобрела? Муж-то у нее какой крутой был. И все спрашивали, как, после получки ты без синяков? А они все там побитые, жены. Кротости, кротости. Вы помните, как про Преображенский, это про собаку говорили? Любовью ее, любовью, кротости. Вот терпение, это значит, не надо назначать сроки Богу. Когда будет, допустим, нас нынче заблокировали. И говорят, ничего, я знаю, у меня запасные ходы, на другое дело поедем, в другой конец. Мы обязательно будем работать. А они, они свое делают, я свое. Мы на разное дело призваны. Для тебя довольна благодатью моей? Вот это надо помнить. Слишком много дано. А тебе жена вот такая дана, довесок, чтобы ты не гордился. Тяни ее теперь. Вот и все. Остался. Без жены, как и еще жены. Поэтому и называет его Богом терпения и утешения, как подателя и виновника этих благ. Бросит также у него, чтобы даровал нам быть в единомыслии между собою. Ибо любви свойственно тоже думать о ближнем, что думает кто о себе. Поскольку же есть любовь мирская, кто присовокупил по учению Иисуса Христа. То есть думайте то, что угодно Иисусу Христу. И комментарий на слова блаженного филакта показывает, что с писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Комментарий Игнатия Тихоновича Лавкина. Не научая свою пасту священному писанию, какие беды ввергли священники, доверившихся им. Придумали духовничество, старчество, сделали человека совершенно безвольным и беспомощным. И люди по всякому пустяку бегут к своим духовным вождям, не знающим писания руководителям. Если бы православные любили Библию, исследовали ее, то они бы знали, что с писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Произошла подмена. И величина этой подмены обнаружится только на страшном суде. Бог всемогущий и страшный, создатель вселенной, по любви своей нисходит к падшему человеку. Он даровал человеку слово свое, святую Библию. Библия это не просто бумага и буквы, но это есть живые слова живого Бога. И Бог напрямую говорит каждой душе, бери и читай, открывай книгу и исследуй писание. А если что непонятно, Бог дает святых учителей церкви, спроси у них, и они тебе разъяснят. Читая священное писание, каждый христианин найдет в нем ответ от Бога именно на его скорбь, лично на его печаль. С писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Наш создатель говорит нам через апостола Павла, первое послание к Коринфянам 10.13. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, ибо верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. И спаситель мира Иисус Христос через слово свое сам утешает скорбящих, посылает им терпение. Сегодня священники взяли на себя миссии и утешителей, и наставников, совершенно не сверяясь с Библией. Библия враждебна их деятельности в этом плане, потому что только она и разрешает все скорби и печали. Нужно только знать, где это место Писания. С Писаниями Бог дает нам терпение и утешение. Пояснение нужно это? С Писаниями, а не с теми, кто утешает. А как это Писание? А вот открыло место Писания-то, я не так, что еще откроется. Я просто считал, и эти слова у меня высветились прямо на молитве. И я понял, это эпиграф на сегодняшний день, на решение вот этого вопроса. Писание Бог. От него я теперь посмотрел, теперь припомнил параллельное место. Вот оно как будет. Я ответ принял от Бога. Теперь в этом направлении я стараюсь молитву и уже пробить дорогу. Этот человек не расположен, а тот не знает, кому сообщить надо. Этот поможет. Уже начинаем двигаться, все. Вот на среду уже назначены люди придут, а там уже подготавливаются к отправке. А дальше вот самое у меня, как в мире есть такое слово, проблемное. Это Витя. И упирается в это занятие его. Как? Надо, чтобы Бог открыл это. Или его оставлять, а потом достигнет нас он поездом. А мы где-то там будем ждать, точно знать. Конечно, лучше, чтобы мы не расставались, сразу вышли. Но терпением, утешением мы терпим. А можно отложить, отложить нельзя, иначе пропадает все. Вопрос решен. Жребий брошен. Рубиком перейдем. Еще. Продолжим. Шестой стих, пятнадцатой главы. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Толкование. Что же бывает плодом единомыслия? Вопрос. Прославление Бога не только одними устами, но и одной душой. Ибо это значит единодушно. Здесь слово Бога следует отделить, отнеся его к предыдущему. И потом читать с нового начала. И Отца Господа нашего Иисуса Христа. Впрочем, не будет неприличия, если читать эти слова и не отдельно. То есть, разумея Бога и Отца по отношению к единому и тому же Христу. Ибо Бог Отец есть Бог Христа по человечеству, а Отец по божественности. Еще раз повторю это место описания. Дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. То есть, предлагается славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа. Но, если и прочитать славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, тоже не будет неприличия. Буква И мешает. Все в толкование путаем. Бога Отца тут понятно. Бога, как будто Бога. И Отца, так Он и есть Бога Отеца. Причем тут И. И Он теперь толкует. Понимание есть такое, а такое есть такое. Вот когда считаешь Андрея Кесаристского, есть 7 толковый. Представь, 7 толкований. Он говорит, аз мню. А так значит, я думаю. Церковь приняла вот так. Ефрем Сирин понимает так. 7 разных толкований. Но выше бывает 3 толковые. Ну и какое? Правильно все. А дело покажет. Вот говорит, увидел я белый конь. А что такое белый конь? Ну, в первую очередь, это означает те люди, которые живут свято, и на них восседает Господь. Никакие не кони. Это собрание верующих. А второе толкование. А второе, сатана подделывается, принимает вид Ангела Света. Это нечистая сила. Так это противоположно. То и другое приемлемо. Потому что это таинственная книга в духе. Я говорю, когда я долго гонялся за этой книгой, когда она у меня была переведена, я узнал, я разочаровался в ней. Какое это толкование? Он ничего не толкует, он просто места писания другие берет, к этому подтягивает. Так в этом-то весь и смысл, что оно в Откровении сказано не должно противоречить ни одному месту Писания. А вот тысячелетие Царства. Сразу вопрос, а почему о нем никто не проповедовал? Никто. Ни пророки, ни апостолы, ни Христос. Почему они не говорят о нем тысячелетним? А Откровение 20 главы есть. А это означает время евангельской проповеди. И Христос говорил об этом. Царствие Божие внутри вас есть. Царствие Божие, и Даша говорит, не пища и питье. Вот это обращение к Богу и наступило Царство внутри тебя. А тысяча? А тысяча это время евангельской проповеди, более двух тысяч лет. Все тогда все остальные места, они с этим сходятся. Приемлемо только одно толкование. На нем Астерков остановилась. А у сегтантов нет. Любой берет стих, он на нем все долгит, и только на нем. Дальше он не видит, что те места Писания против. Тысячу лет праведники воскресли, я говорю, ну да жатва написана, жатва кончинного века написана. Ну за кончинный века нет еще? Нет. Оставьте расти вместе. А потом свяжите плевелы. А вы наоборот, пшеницу за тысячу лет раньше взяли. Не плевелы, а написано сначала плевелы свяжите. Жатва кончинного века, жатва. А растет плевелы пшеницы. Вообще не смотрите, я говорю, ну 13 глава, вот я это вообще не слышал. Вот сейчас говорю, ни один. Шесть тысяч человек, и ни один умом не врахнулся даже. Я говорю, это лживое адвентистское толкование. Какое же будет тысячелетие царства, когда оно идет? Все места Писания противоречат вашему толкованию. На это мои слова никакой реакции нет. Вообще никакой. Я ему говорю, даже конкретно, с отдельным человеком, ну ты вот прочитай, но это противоречит вашему толкованию. Или нет? И воскрешу в последний день. Шестая глава Евангелия. Те она четыре раза в одной главе говорит, кто будет кушать плоть мою, я воскрешу в последний день. И эти слова Христа были в душах людей. Он говорит, Марфа, ты веришь, что воскреснет брат твой? Ладно. Верю, Господи, воскреснет в последний день. Марфа-то так и поняла. Он говорит, я есть воскресенье. Я не сужу вас, слово мое, которое, говорит, будет судить в последний день. Это суд Божий, суд. Ну, что за последним днем-то, когда суд прошел-то? Ну, внимание, ему надо тысячелетие царства куда-то вставить, праздники воскреснут, а дальше он колбасит что угодно уже. Адвентисты фильм ставят такой. Она выходит, ну, где ты? Где ты? Люлька пустая там, мальчишка-то. Она бегает, ищет, это все фильм. Ну, хватит прикалываться. Ну, появись, пусты вокруг. Сидит, он разговаривает с ней, она больная. И вдруг, лежат только одни простыни, ее нету, она восхитилась. И поезд идет, а шофер-то был адвентист, этот, водитель-то. И все, и никого нету. Поезд, аварии везде, все сообщают. То есть на этом они наворачивают сколько хотят. Ничего этого не будет. Это адвентистские мнения. Это нужно восхищать, что были аварии. Отвентились, и поэтому... Ну, видела этот фильм, то они как делают. Ну, красиво сделано, но неправда. Ничего этого не будет. Будет так, до жатвы будут расти все вместе. Никто не... А кто восхитится? Они не предупредим умерших. Это одновременно событие. Мы будем взяты... Взяты... То мы... Все вместе, одновременно. В момент пришествия Христа сатана бросается в ад, церковь восхищается, наступает страшный суд. Другого толкования вообще никакого не может быть, чтобы все места Библии говорили об одном. Не никаких. Мне один он говорит, я у них проповедовал, баптисты. И он не принял. Ну, у нас же не так. Я говорю, это адвентистское у вас, у баптистов, толкование-то. И теперь он в Америку уехал, ну, при своем заблуждении. Ну, вот поехал куда-то, и машина сломалась. И очень далеко до заправки. Все ушли там доставать горючее или что-то, а он остался один. Делать нечего. И он стал там ходить, гулять, и потом сел и задумывался. А вот к нам приезжал во Фрунзе Игнатий Лапкин. И он говорил, а ведь он правду говорил. Я там, говорит, уверовал один в лесу. А теперь всем братьям, да какой ты еще один старшийся, оно же идет. Один там у машины разбитый, или какой, он уверовал один. И мне из Америки сейчас звонит. А до этого что? Да это я как все так понимал. Ну, а тут ты как? Я сам не знаю как. Прямо вот как осияло меня, я думаю, да что же мы говорим-то? У нас же ничего не сходится. Как он это был? Правослово семя. Этот снял ролик, Павел-то там пьет-то. А он Павла нашего знает. Вы какой грех-то сделали. Павла-то выгоняете. Да разве можно его угонять? За него надо молиться. Я говорю, ты считаешь, что мы молились хуже, чем ты? Родные братья, брат священник. Ну, он что попало делает? Он нарушает устав. Да еще и женщины там говорят, это родная сестра. Она имеет право говорить. Потому что она за ним ухаживала. Ой, я вчера получил, когда как Павел, брат, пьет, я столько плакал о нем. Какие люди-то они хорошие, баптицы. Мы все вместе столько не плакали об этом Павле несчастном, как он. Ну, я говорю, не хватает, ну, вот это никак. Вот все, ты хороший, тебя так уважают все. Ну, вот когда говорите, что мы не церковь, прям не глядели бы на вас. Прям противно слушать, что мы не церковь. Я говорю, у вас понятия о церкви никакого нет, вам не должно быть противно никак. И главное, Борова отпустил, баптист. Все у него женщины в платках, длинных юбках, но никак не может понять, что церковь одна, Христом основанная. Вместе с 1700 лет. Ну, дозреешь когда-то, до лужей кондиции найдешь. Церковь святая непорочная одна. Одна. Сейчас иеговисты эти, в адвенции с синего дня пишут, что тот папа, папа Франциск I, да он же иезуит. И дальше, какие у них пыточные камеры были, когда захватил там Наполеон, и смотрели. Ну, впечатляет. Впечатляет. У Ивана Грозного были, ну, похлеще, наверное. Как они делали. Каждый дробили, как отрывали, как кишки выматывали. И дальше делали. Человек, если каялся, то ему давали умереть так вот. Большое изображение красивой Божьей Матери, она как бы руки распростирает, но я говорю так, как в интернете написано. И вот подойди, я и поклонюсь. Ты уже поверил теперь, что надо Божьей Матери? Да, поверил. Он идет, а тут в это время натянута была струна. Он ее задевал, открывалась, а это на такой высоте, и человек летел в пропасть. Ну, это было. Когда человек, если она ведьма, ее бросали в водоем. Если она выплыла, она выплыла, она плавать не умела. Убить. А если она не выплыла, ну, Божьей милостью. Значит, святая. Выхода не было оттуда. А если выплыла, сжечь. Ну, процесс над ведьмой был. Да, Игорь? Я хотел еще как раз тут все о единстве веры идет. Напомнить, что сегодня этот день торжества православия же. Просто я не говорил там, проповедь-то была о торжестве православия. Но он этот проповедник не стал употреблять этого термина. Но там об этом говорила православная вера, православная вера. Дело все в том, что эта проповедь написана на 1887 году. Это как раз только что турков победили. Болгария, там православные страны-то открылись. Греция получила свободу. И в принципе, когда они эту проповедь говорят о торжестве православия, они-то там вкладывают, что там правда торжество было православия. Что православных-то становилось все больше. Целые страны открывались для общения уже православные. То есть люди могли спокойно уже исправлять веру эту, ну там, в таинствах и так далее. А сейчас какое наше торжество православия? Вот сейчас, допустим, мы празднуем торжество православия. Какое сейчас у нас торжество? Православных все меньше становится. Вот все, что сейчас говорил брат Игнатий Тихонович, все это говорит о том, что у нас все меньше и меньше православных становится. Ну там они, кто-то помыслил, он баптистом и остался. Там мусульманка хорошо относится, но она мусульманка и осталась. Все больше уходят, наоборот, из православия людей. Какое торжество-то? О чем тут речь шла? А речь шла как раз вот о том, о чем мы сейчас говорим. И если мы сейчас на православие это посмотрим, мы можем только плакать о нем. Возьмешь под патриарх последнего, вот его в субботу было проповедь, говорил он. Его же не поймешь, о чем он говорит. Он, во-первых, местами писания не говорит. Я уже привык к местам писания. Вот если нет места писания, не называют его. У нас так редко бывает. Обычно вот, ну тут мы вспоминаем и наших братьев, сестер, свои тоже случаи. Но сразу сколько мы тут мест писания вспомнили? Ну, кто не понимает, тот не понимает. Ну, вот Игнатий Ильич сразу два или три места привел. А как только он сказал там, это, она явилась там бабкой Давида. Вот так от Давида тут открывается уже столько всего псалмы нашей, которые мы постоянно читаем. Столько примеров терпения открывается сразу. Ну, вот как о терпении мы, допустим, говорили. Если о другом, о чем-то будем говорить, о вере, так же откроется через места писания. И это все нам оставила церковь, оставила. Кто? Ну, как сказано, краеугольный камень, 1 Коринфянам, это Господь Иисус Христос, зиждется на чем? Апостолы, пророки, апостолы, учителя церковные, пастыри, учителя церковные. Все это церковь. Она когда была-то? 28 глава, Евангелие Матфея говорит, все с вами во все дни до скончания века. Вторая, первая, вторая глава нам показывают о том, как образовалась церковь, как дух с той с ней шел. Дальше, вот, Игнать Иванович говорит, да, не только ему говорят, и они всем говорили, я не знаю, кто беседовал с сектантами, они всем это говорили, и могут нам на одной беседе по нескольку раз сказать, ну и что? Они еще так говорят, а нам, а мне это надо? Не нам, а мне это надо? Вот это вообще, мне очень не нравится. А как не надо-то? Я тебе местописание сказал, тебе не надо это местописание. А мне это надо? Отвечают, как дебилы какие-то. Я как только услышу, а мне это надо, я, ну, уже понимаю, что его надо отвращаться, этого человека, потому что с ним разговаривать невозможно. Если он не принимает библейское, как он примет историческое? Потому что все, что мы теперь знаем о православии, вот то, что даже Игнать Иванович сказал, простое, во имя Отца, Сына и Святого Духа, троекратно погрузиться, это все мы знаем от святых отцов, от наших канонов. Вот торжество православия-то где. В чем? Думаешь, в чем торжество-то? Да вот сейчас по тряху-то начни говорить, он скажет, что-то вы мудрите. А что против? Да ничего. Ну как вы возьмете, вот, пожалуйста, вот Игнать Лапкин написал, ну давайте, берите его, вам не нравится, ставьте на суд, начинаем. Молчание. Почему? Так это же все православное. Правильно, ребята, православное. Вот оно, торжество православия-то. Все. Православие. Где торжество? Перед кем торжествует православие-то? Да в основном-то даже не перед людьми мира сего, а перед сатаною. Потому что все доказательства, вот всего, что сейчас идет, это Господь доказывает сатане, что он не прав. Первое его творение, он не прав совершенно. Он зло, добро обратил во зло. И он хочет теперь вознести свой престол, выше престола Божьего. И теперь начинается война это добра со злом. Вернее, зло борется с добром. Добро на нем борется, ему что бороться. Добро, оно и с добро, оно всегда победит. И вот про Березовского сегодня услышали. Это просто пример необыкновенный. Я вот не знал, что он. Я смотрю, программу «Время» включил, там уже поздно, вижу, что-то о нем говорят, думаю, что там такое. Думал, опять он там миллионы где-то нахапал у кого-то. Я хочу спросить, вы поняли торжество, в чем заключается? Когда собирались с теоретиками, православные делали доводы. Места писания. Вот написано, что ты, Ари, ответишь? Ну, написано вот здесь, здесь прямо показано, что исущий над всем Бог. Ари молчит. Ну, победа, победа полная. Вот сейчас я беседую с сектантами, ну, я им выставляю места, я говорю, вот четыре места писания, которые говорят, что и идолы, и иконы, это разное. Что надо отвечать? А как же, свечками торгуют? Я вижу, они какие-то полоумные совершенно. Я говорю, мы сейчас разговариваем об иконах, вы вопрос задали. Я мог бы не отвечать, я заранее знаю, что вы не примете. Если вы сектант, у вас мозги отшиблены. Это духовно больные люди. Я говорю, что Христос пришел в храм, как он называется? Он не знает, я называю. Зарвавелев. Это книга про Хагия, из Икииля, 41, 17. И в изображениях были стены внутри и снаружи от пола потолка. Были. Но вы в это верите. Но там же не иконы. Но я говорю, иконы, это иконы изображения. Были и изображения. Ну, откройте по-грешески, посмотрите. А почему у папы машина такая крутая? Понимаешь? До уровня дурака еще расти и расти. Мы с тобой беседуем. Я тебе привожу места. Нет. Я ходила в церковь, я иконы целовал, я ничего не знал, а теперь я все знаю. Я тебя не опровергаю. Но я тебе хочу сказать, что иконы, это не идолы. Идолы запрещены. И в этот храм пришел Господь и говорит, мой дом, дома молитвы наречется, а вы, торговля, вот где торговля-то виновата была, сделали вертепом-разводником. Грехами народа моего питаются, священники. Ну этот еще, он сразу перекидывается из этого и говорит, ну а почему она тогда солиста небесной называется? Какое-то отношение к разговору вообще имеет-то. Я вижу, абсолютно нельзя. Почему? А там засел сатана, заблокировал, зацементировал. Он ни одного слова не слышит. Вот вы попробуйте со свидетелями Егора поговорить. Вот я иду, дорога, иду на встречу памяти Капушкина, у меня там придут детей в лагерь отдавать. Сидят два молодых, ну может быть лет по 35, парни в галсту, как бритые, видно трезвые, они и пьют. Я иду, они увидели, ага, с бородой, они сразу подходят. А вы знаете, как Бог вы имя? Конечно знаю. А как? Я говорю, Егора, сущий, так Бог открылся. А откуда вы знаете? Ну я же православный, православные же не знают. Я знаю. А если вы православные, почему тогда воюете? Я говорю, а мы не воюем как раз, мы есть. Дальше ничего не знаете. Я говорю, вот у меня материал о крещении, вы хотите узнать? Нет, 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 Он мне дает брошюрку, я ее беру, в сумку положил, я говорю, у меня она есть, но вторая тоже не помешает. Я другим дам. Мы считаем, здесь открыто все. Я ему даю, они никогда ничего не принимают и не берут. Баптист еще может взять, ягодист ни разу не возьмет. Их так, день и ночь, ничего не берите. То есть там прорва, ад. Им в руки давать нельзя. Но я даю, он не берет. Давай так договоримся, я от тебя беру, а ты от меня берешь. Нет, тогда он свое не будет давать, чтобы только от меня не брать. Но явное дело, что они на этом зациклены, это люди, одержимые демонами. Вот с баптистами я могу беседовать, они берут у меня материал, их книги к нам приходят, мы поем их песнопение со свидетелями Ягова, потому что свидетель от имени Ягова, правильно называть. Это не проходит. Я думал, у меня, это со всеми, которые миссионерствуют, все одинаково говорят. Их этому учат. И я все время с ними сейчас встречаюсь и начинаю, а вы знаете трехангельскую весть? Это уже адвентисты. Трехангельская весть. А это система вещей, система вещей. Я говорю, таких слов-то нету. Система вещей. Система вещей. А вот небесное правительство, ну где ты взял слово правительство? Ну найди, где слово правительство? Небесное правительство. То есть такие штампы настолько грубые. Один говорит, вот это их вера, я посмотрю, это напоминает, ну никакого украшения, это как старая оглобля. Ни одного раска, ни одной почки нету. Ничего нету. Их веру можно сравнить только со старой оглоблей. Вообще-то понятно. Нет, ну местописание я не могу дать ему. Я говорю, ну вот очень четко и ясно говорит. Вообще не слышит. Я говорю, ну ты открой, прочитай. Он барабанит дальше свое. Вот у нас была Иннокиня, эта Ольга. Она не слышит. Она дальше по бурелому, прет, одна идет, я ей говорю, ты совсем не в ту степь идешь. Она не слышит. Ну давай, ты мне задала вопрос, я его отвечаю. Я тебе даю, говорю, отписи, вот это местописание. Он даже не берет. А у папа, я видел, такая-такая вот морда толстая. Ну мы об этом, это другое местописание написано. Без страха уточняет себя. Мы будем беседовать. Пиршестая с вами, послание Иуды. Он вообще ничего не слышит. А что, после первого, второго разумления отвращайся. Почему? У них душа прописана в аду. Тебе не вытащат, только не огорчайся. Тебя Бог послал не обращать, а засвидетельствовать. И поведут вас перед правителем для свидетельства, не для того, чтобы правители обратились, для свидетельства. Мне вопрос к Игнатию Тихоновичу. Вот скажите, католики, это христиане? Христиане? Католики. Ну, конечно. Католики христиане. Христиане. Так. Слабые, не такие, как надо, но это настоящие христиане, настоящий папа-христианин. Да, так. А иезуитство, это добро или зло? Вот я тебя спрошу конкретно, это нож, это добро или зло? Смотря в чьих руках. Ну, смотря в чьих. Сложности иезуит. Это общество, признающее Иисуса Богом. Больше там ничего нет. А что из них сделали тайное сыскное, где оно может что угодно делать, а в уме думать другое и прочее. Это все они туда натолкали. Это Игнатий Лойола образовал. Военный. Чин у него есть. И он сделал такое общество, что главное для вящей славы папы. Для папы. Это боевые отряды. Невозрожденные люди, и они делают все это для славы папы. То есть для позора. Значит, иезуит папа. Папа иезуит. Ты знаешь, какой? Вот сейчас он как, папа, куда надо ехать, он лимузин свой отдал. Это ни один папа не делал. Именей никакого нет, он все раздал. Вот, и посмотри, как он пиарит себя. Это все уже сектанты. Что бы он ни сделал, они клевещут. Вот как, Невзоров. А что Бог? Вот смотри, я как говорю против, и Бог ничего не может мне сделать-то. Бога нет, значит. Но Анания сапирой говорит, вот здесь-то грешили, и Бог сразу. Как Бог скор на расправу, жестокий он. Ну, скор или не скор? Елисея проклял их, 42 мальчика там разограли. Вот какой он, Бог чудовище. А когда вот Бог, хулят Бога, и ничего нету, и ничего нету. И он говорит, тогда и Бога нет. Хоть так, хоть так дело, ничего нету. Ну, ты сказал, отойди. Поэтому намерение было хорошее. А что получилось? Вот этот строй демократически называют, ну, разве это плохо, когда нет Сталина и прочее? Ну, что из этого получилось? Разворованная страна. Погубленная нация. Погубленная. То есть, все вранье слетелось на эту падаль. Игнать Тихонович, значит, иезуитство это зло. Я этого не говорил. Нет? Никак. Он, папа-то, не сделал со злым, а наоборот. Это орден очень строгий. Во всем строгость. Когда правильно делают. Монашеский орден. Монашеский. Я пришел в одну библиотеку, и мне говорят, мы сейчас спорили, что у мусульман такое правило, есть христиан уничтожать. Один говорит, я говорю, такого нет у них. Ну, в Коране же написано. Нет, там не написано этого. Там этого не написано. То есть, мы, если нападаем, тогда они обороняются. А теперь, если они нападают на нас, то мы люди Писания. Это евреи, христиан, они не уничтожают. Делают рыбами, чтобы им платили дань. Но не уничтожают. Язычников уничтожают. Это написано. Ну, а как же нам говорили? Неправильно говорили. Я тебе покажу в Коране сура аяты, которые о христианах называют, и люди Писания. А как вы вообще на мусульман смотрите? Как на бич Божий, как на Атилу, который пришел для того, чтобы покарать Рим. А здесь кто пришел? Ну, а здесь железный хромец. Там Аларан, Тамерлан пришел. Точно так мы должны смотреть. Сталин бич Божий. Коралл бил, давил. И так надо. А что Сталин, хорошо или плохо? Было и у него хорошее и плохое. Я не об этом спрашивала. Я спрашивала о иезуитах. Я о них ответил. А Сталин что, как иезуитов? Правильно поступает. Это хорошо, как папа. Франциск. Это хорошо. Я об этом спрашиваю. Игнат Игнатьевич, вопрос в следующем. Сестра совершенно не знает, кто такие иезуиты. Вы говорите, орден, орден. Для нее что, орден, что медаль? Ей какая разница? Нет. Ей нужно объяснять, что это такое. Мне действие иезуитов, что действие иезуитов было направлено, пусть они созданы для благих были намерей. Но они творили-то, я не знаю, для что, Богу, а что христиане творили? Христиане что творили в России? Кто ж учил старобрядцев? Ты их подойди с этой меркой, без предвзятости, и ты увидишь, что православные кто? Это гонители. Все время они перед царями виляли, никогда самостоятельно не шли. Что делали? И даже пришел Чингисхан, не трогал священников-то. Такие привилегии имели. Я объясняю. С этой стороны подходить с этой позиции, тогда и христианство, православие вообще не нужно. Но сколько там добра-то было? Кроме тех, которые вот так делали, был еще и Серапим, был еще Тихон Задонский. Так если на то, может, любил Чинглана, одну фразу только, надо уметь с водой не выплеснуть младенца. Ну это понятно. Дело все в том, что делая вот такие отклонения, они делали зло. Зло это угождение дьяволу. Поэтому, прикрывая христианством, они делали зло. Они не делали добро. Они не угождали Богу истинному. Они делали зло. Понял. Ты зайди на наш форум и все о Папе Франциске, ну вам почитай. Откуда он? Он очень и очень такой, как говорится, скаридный. Он все абсолютно раздал. За ним не исчисляется ни одного, даже враги не могут ничего найти. И что ему, орден иезуитов, сделал его плохим? Да орден иезуитов и сделал его таким хорошим. Вы не понимаете, о чем говорите сами. Он его сделал таким, полная самоотдача для людей. Он для людей живет. Хорошо, что у вас есть. Будь христианином, да, будь христианином. Но, христианство свое, ну вот как вы говорите, делали зло. Любое зло от дьявола. Любое добро от Бога. Нож, хороший пример тебе. Я поняла, я поняла. Мне такой вопрос задают. Вы христиане, вы православные христиане. А вы почему делаете зло, если Христос это любовь, добро? Вы почему делаете зло? Вы почему делаете зло? Зло от дьявола. Вот что с у нас повторять, все уже понятно. Все. Вы 20 раз на одном месте повторили. Зло, зло. В общем, вы совершенно не знаете историю. У вас приблизительно, как у сектантов, я вижу, размышления. Ум. Тевтонский орден был, Тевтонский орден, орден иезуитов. Это все монашествующие. Вы понимаете, что такое монахи? Они натуральные были монахи. Мужики, которые не имели женщин. Свои там у них были, там всего там жили, там в монастырях и все. Но они были бывшие воины. И они просят разрешения у папы. Почему? Ну, православные-то наступают. Они своей верой захватывают. Они жгут и палят. Они выставляют свой заслон. Там прежде, чем Александр Невский появился, православные тоже там петухов красных подпускали. Вы что не понимаете? На границе, вот по границе идет там Белоруссия, там Эстония и так далее. Литва. Литва. Вот эта граница была, Литовское княжество. Оно было сначала православным. Там и святые у нас есть. Православные. Теперь туда начинают к огнем и мечом вносить веру. Зачем это было делать? Кто первый начал-то? Теперь уже не узнаем, что первый. Но однако с этой стороны вот эти ордена возникали. Но они возникали как побочные такие явления. Вот как Лайола. Он лежал в госпитале раненый в голову. Что-то ему долбанули, видать, где-то. Это был какой-то 16 век. Он лежал, лежал, его начал выздоравливать. Молиться начал. Ну там же все у них сестры милосердия, все это понятно в монастырях происходило. И вдруг его осенило. Чтобы все воины прекратились, надо сделать так, чтобы на той стороне здесь... Мы же не хотим воевать, мы же католики, не хотим, конечно. А там вот враги. Надо там как-то врагов так сделать, разведчиков запустить, чтобы они там уговорили царя, и все, и он прекратит обойнули князя. И они начали так и действовать. Им что нужно было? Им нужно было туда вкраситься, в доверие там. И там на высокопоставленном уровне, чтобы все это утихло. Или как-то, ну, чтобы боевые действия быстрее прекратились, чтобы больше было урон у врага, чтобы там как-то, ну, какой-то зевнули они, или что. Что непонятно-то? Они же там не убивали. Но у них были там свои тайны, как вот агент 007, Джеймс Бонд, с лицензией на убийство. У них такое было. А лишь бы только все, чтобы было для того, чтобы в конечном итоге, ну, отстали от католиков-то. Они уже не до того были, чтобы захватить Россию. Кто там захватит Россию-то, уже понятно. Это образование-то было уже 16-й век, вот когда все это началось, 17-й. Ну, вы что, историю не знаете, что ли, об этом? Против протестантов он стал. Тем более там, да и Россия, они все иезуиты, какая разница была. А Россия, главный оплот был. Протестанты это так, мелочи уже было. Тарас Бульба, считай, больше ничего не надо. Вот. Как они захватывали города? Что они делали с полярками? Это православные, что делали-то? Она ж не планила, опять вы еще. Тарас Бульба, просчитай, Бога, больше ничего не надо. Вы прочитайте. Вы начинаете только в одну калитку играть, как будто вот тут Россия, вот как фильмы советские смотрите, ой, наших убивают, ой, 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 как плохо. А те, ух, враги какие они, немцы поганые. Да какие, что немцы, что русские, все хороши. Как мастер и Маргарита скажешь, но оба вы хороши. Живете, собачитесь друг с другом. Одежда Польгуева что-то хотела сказать. Струска, где другие? Я забыла уже. Да я уже забыла. Да, в такой потенцовке. Не надо. Не надо. Она не забудет. У меня тоже вопрос такой, я эту неделю размышляла, и сейчас вот прям близко, плотно подошли к этому. Я снова возвращаюсь к нашим свиньям гадаринским. Вот если тогда, если, ну как, если брат соблазняется, то я лучше мясо есть не буду. А вот с иконами, почему так не поступили? Ну если это икона, соблазн для кого-то, ну и надо было бы как-то отойти от этого. Почему вот этот вопрос у меня всю неделю звучал, почему оставили эти иконы, этот вопрос вот так. Ну так же. Хорошо. Мясо, ну не буду я есть совсем, не буду соблазнять. Ну если бы ты была мужчина, и тебя избрали патриархом, ты бы сделала. Небольшое, небольшое маленькое. Коррекцию внести надо было. Все это было говорено. Левый Саврянин, он сразу его провозгласили еретиком. Он говорит, икону, ну пусть икону, ну поднимите выше, чтобы улбами-то не стущали никто. Еретик. Мы потеряли, может быть, полтора миллиарда или два этих мусульман. А изображение, закрыли им дорогу. А сектанты сейчас ничего не понимают. Иконы, вот только иконы, идолы, иконы, ну не было, вы им другое нашли, но этого-то бы уже не было. А что, в православии-то что делается? С иконами-то что? Они самые настоящие долопоклонники, по стенам лазят, мироточение, собирают, кровотечение, чудеса, благоухание, там, чего только нету. С нами была икона Божьей Матери. Бесы все могут вытворять. Это говорит Иоанн Аканонцев, архимандрит, от патриарха. Бесы вытворяют штуки над нами, говорят, а мы слушаем. Аминь. Но у нас, в любежной церкви, с нами была икона Божьей Матери. Ну, посмотри, на какой высоте у нас икона. Туда никто не полезет. А если полезет, не ужас. Вот это, Виктор Андреевич, помидай, на соборе я был, когда вот, на зарубежном соборе, был зарубежный собор, там молились этой иконе, как вот, настоящему, вот, живому существу какому-то. И без нее, ни одно заседание, ни одно собрание, ничего не было. Обедать ходили, столовую таскали. Да. Оттуда, туда-сюда ходили, носили ее. В столовую пошли, она вместе с нами. И в столовой вернулись сюда заседать, опять она вместе с нами. Ее несут оттуда. Коренная. Курская. Коренная. Домашняя. Я не тогда хочу, пишут, что мы приняли решение, и присутствовала икона коренная. Да, да. Она как личность какая к живому. Ну, ясное дело, что что-то не то с нами делается. Не то, да. Вот он свидетель, это в Америке было. Русский, это в Рубежном. Это должна есть мир соблазн. Опять соблазн. Ну, и до чего договорились, в конечном итоге, пять лет каких-то придумали потом и так далее. Ну, при коренной иконе ума-то не могли двинуть. Тут всего так было десять тысяч, может, человек. Уж можно было их в одну эпоху объединить как-то. Не смогли даже до этого додуматься. И теперь не знают, что с нами делать. Никак там у иконы не могут доспроситься. Да, главное, там не давали записи делать, фотографировки не давали-то. Вот что главное. Там там следили специально молодые люди. Как они там с вами? Я положил диктофон убрать, подошел, убрать. Я его положил туда в карман. Выключить нужно. Иначе заберем. Понятно? Это чекисты самые настоящие. Зарубежная церковь. Почему? Попали в патриархию. Раз попали, там все подчинено вот этим хватком КГБ. Представь, собор все зарубежные идет, а одни верующие. И только пасы, чтобы никто ничего не вынес. Но перед Богом же это пишется. Вот у нас как идет, мы не купируем, не вырезаем. На весь мир. Какие мы есть, смотрите. Все здесь открыто. Мы искренне верим. Да, мы не такие, мы слабые. Мы же православные. Пойдем, поисповедуемся. Прощение получим, другие будем. Но мы не убиваем никого. Просто открыто, как есть. Плохо поем, плохо рассуждаем. Но у нас вот основания. Я еще хочу сказать, можно? Я вот вспоминаю, как вы ездили в 92-м году, ну, рассказы, то, что читал там, слушал на пленках. И хочу сказать, что вот это все, о чем мы сейчас говорим, иконы, то, что сестра вопрос задала, это все убивает в нас живую веру. Вот ту веру, которая была у Моисея, понимаете? Я вот вспоминаю, и вот эта вера, она вот выплеснулась, когда Игнатий, ну, рассказывает он там, как все. И он рассказывает молодежи, по-моему, выступал, или где-то он там выступал, ну, дали ему слово сказать, наконец-то. И митрополит Виталий сидел, и его до такой степени задела речь Игнатий Тихоновича, что он, говорит, микрофон выхватывал, говорит, и дополняет сам. Да, выхватывал. Там же высокий постамент, ну, как сцена. А он там все и среди. И представь, ему уже 85, наверное, лет, и он быстро-быстро поднимается, подходит за капель, и говорит, я вот что еще хочу вам сказать, вот о том, что сейчас говорил. И опять когда сказал, я дальше и говорю, он пошел, сел. Я начинаю говорить, и он снова так вожегся, и опять поднимается, такой старец, опять капель, и опять он меня берет, вот я еще хочу усилить это, что он сказал. То есть как будто никто до этого не говорил. Но это вот, вот такая, живое вот это общение, его нету. И вот там фотографии это показаны, ну, и вот братья рассказывают, как все было. И вот выступления должны быть, все строго регламентированы. если ты что-то воспоминишься, какой-то дух тебя осияет, Божий, это лучше не ходи, не надо. Тут надо вот так вот, батюшка, там надо так потихонечку, скромненько, чтобы там брать, это вот такое-то предложение тут есть, зачитать лучше по бумажке, то есть живости никакой нету, то есть то, что внутри тебя, задавить, затоптать туда подальше. Почему? А вот курская коренная, она, вот она, все, теперь без нее никуда. Ты обратился сначала к ней за благословением? А что, ладно, еще сейчас тебе дадим. Вот мироточивая, там еще где-то, слезоточивая, кровоточивая, а вот крест какой-нибудь еще. То есть, задави, а мощами, задавили полностью человека. И теперь, только начинаешь говорить, а вы о нашем любимом спасителе читаете? Что? А вы кто такой? Слово любимый, спаситель? Так что это вы себе позволяете такое? Вы вообще что, благословение спрашивали? Только так они могут разговаривать. Чтобы проявить какую-то любовь ко Христу, вы вообще не из нашей церкви. Вы вообще откуда? Вы из какой секты? Они другого не знают. Почему? Да они завалены грудой вот этого всего. И сразу ты должен подойти и уже спасту об тебя, спасту об тебя, борода тут, капуста уже, слюни должны. Мужик вообще должен быть другой. Они нас вообще не понимают. И то, что мы туда пошли, конечно, и когда мы повернулись, пятеро ушли, пятеро остались, это не вообще. И только поэтому, это точно могу сказать, нам потом разрешили еще сами набежали с микрофонами и с камерами. И вообще самим это интересно было. Даже. Потому что, а вдруг опять откажутся? А там патриарх-то уже слово сказал. Я не знаю, почему они дальше ничего не говорят. Там патриарх-то нас забыл что-то, он заболел, видать. Ну, скоро напомнят, опять прибегут. и снимать. И так, и другое. Все, убрали. Ну, он не смог, он не смог добиться. А он, а он был самоуверенный. Я был в Жордан-Вилле, а у них большое хозяйство. Ну, там, сады, там что-то делают-то. А потом я, когда вернулся, в Синод, уже в Нью-Йорке-то, и архимандрит Арсений, вот он мне 12 томов златоуста, которые он подарил-то. Ну, и как? Я говорю, понравилось мне. Ночью молиться, приставки, ночная молитва. А монахи как? Я говорю, хорошие, они печатают, там, книги печатают. Шпана. Вот то ли дело мы были-то. У нас было 350 коров, к примеру, говорит. У нас было там 20 тысяч курей. Ой-ой-ой. Вот. Он перечисляет, что было. А что, типографии не было, не печатали? Ну, это как будто ничего не значит. Эти ребята работают, это уже шпана. Я рассказываю, там зашел монахич, все с бородами, там, зелеными, желтыми, там, я им стал говорить. Я думаю, какая у них реакция будет, там. Я в печник, тоже в печь заглянул, и они меня спросили об одном, а у вас по какому рецепту квас делают? А второй говорит, а белые грибы у вас сушеные бывают? Мы готовы дать, там, 100 долларов за килограмм сушеных грибов. Присылайте. Ни одного духовного вопроса никто не задал. Ни одного. Все знают. А когда с молодежью собрались, это был для них праздник. А их отцы стали говорить, это наша молодежь, такой интерес. Да никогда этого не было. Я говорю, вы с ними не занимались, вы даже не знаете, что в ваших детях есть. А молодые ребята, там, 20 лет, 18, молодежь уже второй, сейчас, третьей, ночью. и они сидят, скажи ты, как на подбор. И, кстати, о молодежи. Братья, у меня проходят занятия и эту тоже неделю. У сестры Александра Михайловна идет ремонт, поэтому, милости просим, во вторник в 5 часов и в пятницу, в 5 часов вечера приходите все, приезжайте ко мне. 53-й автобус, остановка, этот, онкологический диспансер. Рядом, напротив, католический храм. Смотрите внимательно, крест здоровый. И вот, не надо через дорогу, если отсюда едете, через дорогу переходить не надо. Если из спальных районов едете, то через дорогу надо перейти. И, восточная 99, вверх, не вниз, а вверх, по улице, 15 метров от остановки всего, 15, дальше не ходить никуда. Второй дом от угла. Почему так, рассказываю я плотно. Сестра одна приехала и ушла по Матросово, обратно к Ленинскому. А я, говорит, до Ленинскому дошла от краевого диспансера. И не смогла найти твой дом. 99-й по Матросово. Она по 99-й по Матросово, а там нету, оказывается, 99-го по Матросово. Я говорю, ну я сказал, диспансер 10 метров, мало ли, что ты сказал, сестры, вы меня вообще не боитесь нисколько, поэтому, когда вы начинаете говорить, ты грубый и так далее, знаете, у меня внутри ха-ха-ха. Мне смешно. Ничего вы меня не боитесь? Никто, не один. Меня даже такой пацан не боится уже. Так, к католикам кто хотел бы сходить? Надежда Васильевна сходила. Я опять за дело, я еще пойду. Я больше одна не ходить, с кем-то пойди. Сводите ее кто-нибудь. Она была у католиков, вы хотите с ними еще побеседовать? Да, она после меня католиками. Она беседовала или на служении была? Вот она была на неделе. Еще она там беседовала, ну, переспросите еще раз. А, ну, она после меня, наверное, католиками. Игорь же рядом живет, пусть она за ним Ну, я в 10 метрах вот храм. Я к нему зашел, к этому, Игнатидович, я к этому, заходил же к пастырю, к Сензу. Да, ну, правда, не к Борису, а к Роману-то еще подошел. Я тут рядом с вами, говорю, православный. Надежда где? Я говорю, вы помолитесь, чтобы, ну, там, не воровали, ничего у меня. Как следить за всем? А не мы будем, говорит, молиться за тебя. Я говорю, ну, а я за вас буду молиться. Я за католиков молюсь теперь, Игнатидович. А они за меня молятся. Мы же рядом. А за меня молятся, которого я благословляюсь, к Сензу Андрей. Пускай за нас тоже по-могамски. Хороший батюшка. Я подошел у него, благословился. Это ролик стоит. Я тогда спрашивал, ставите этот ролик или не ставите. А то православный меня слопает на сухую. Да вас и так уже слопают. Вас только за то, что вот, даже то, что прочитал этот, погибло. Ну, за это бы уже слопали. Это тогда ему просто надо было, он так между пропустил карасей. А так бы он вам задал перцу смак. Я думаю, там что-то он говорит, что он читал. Жуют. Жуют. Но не проглотят. Подавятся. Игнатиныч, ни одного сжували уже, только не проглотили. Книги-то, вот оно, торжество православия, вышло. Не смогли заглушить Слово Божие. Каноны-то прорвались, все равно. И главное, вы на них указали и на некоторые каноны. А если все взять каноны, да каждый начать разбирать, какое будет тут торжество православия? А яйрой только будет. Кто из записка выпал? Людмила. Да хватит там. Чтобы он на занятия приходил. Да ладно, не надо его. Пускай сидит. Седьмой стих. Посему принимайте друг друга, как Христос принял вас в славу Божию. Толкование. Единение наше наипаче прославляет Бога, как сказано. Уверует мир, что ты послал меня, если ученики будут едины. Иоанна 17, 21, 23. Напротив, несогласия наносят Богу бесчестие, ибо язычники, видя, что христиане разногласят между собой, обвиняют саму веру. Вот у нас разногласия по поводу мяса свиного. Соблазнять ли братьев или не? Соблазняться они, не соблазняться. Нет, кусульмане соблазняться или нет? Соблазняться, едоложертвенная она или не едоложертвенная. Можно ли, нужно ли это делать? Разумею, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное Отцам. Толкование. Держится прежнего предмета речи, показывая, что Христос не себе угождал, но все принял для нас и убеждает язычников, чтобы превозносить нас, чтобы превозносить нас уверовавшими из Иудеев. Ибо Иудеи спасались по обетованию данному Отцам их, а язычники, по одному милосердию и человеколюбию. Смысл сказанного такой. К Аврааму было обетование, что семя получит в наследие мир. Бытие 13.15. Но происшедшие от Авраама все сделали достойными наказания, как нарушившие закон и потому недостойными обетования. Поэтому пришел Христос и исполнил закон, приняв как прочее, так и обрезание. Исполнив же закон, приняв обрезание и став семенем Авраама, он погасил гнев Божий и сделал нас способными к принятию обетования. Он принял обрезание для того, чтобы обетование Божие не осталось тщетным, а не для того, чтобы утвердить закон. Ты же, его действующий, привязываешься к закону, который довел уже тебя до такой опасности, что ты лишился обетования. А вопрос можно задать? Вот так получается, что там же уже за 400 лет до Иисуса Христа пророков не было. И получается, что вот Иоанн Креститель, мы его называем пророком Притеча Господня Креститель, а Господь пришел, вот сказано, потому что семя Авраама все оказалось негодное. Так значит, Иоанн Креститель тоже не такой был праведник, что ли? Или здесь более духовное нужно толкование понимать, или как? То есть получается, если бы Христос не пришел, то тогда никто бы не спасся? И даже Иоанн Креститель? Или вопрос неправильно задать, некорректно, или что? Ты кому задаешь-то? Ну я вообще задаю, ко всем. Я бы отвечал, но еще я буду посвящать, правда. Да нет, нет, не надо пока, но я так думаю, что никто не ответит. Очень сложный вопрос, я уж думаю, задать нет, но только для вас уж. Сначала вопрос, по делу задан или нет? Ну тут просто написано так, я вот не знаю, по делу или нет. Но получается так, что, а ведь Иоанн Креститель это праведник, странно даже. Ну а хрена, все сворачивались до одного негодные. Да, все до одного негодные. Но Иоанн Креститель, что ты Божья Матерь не угодна, Божья Матерь, Богородица, я имею в виду, Богородица, Дева Мария. И Иоанн Креститель, вопрос правильный. Ну там и апостолов было тоже. А как же это Илья говорит, один я остался, значит один был уже. Ну да. Только еще эти 7000 не заметил. Ну так между. Значит, когда говорится все, это означает много. И когда говорится много, это означает все. Вот такое толкование. Много. И многие, и спящих в опрахе, очутся. А разве не все? Нет, все. Ну много. Их все-то есть много, их же много. Много. Так и здесь. Все, но не надо считать один, а если не туда, то это уже не все. Все. Ну а если так брать, математически точно, то не все. Наш архиерей тогда говорит, знаете, вот я сказал, такое возрождение идет в России. Я говорю, а где вы это выделили? Скажите, чтобы мы познакомились. Где вы видели возрождение? Ну а как ваша община? Я говорю, да какое-то возрождение. Три калеки. Ну все равно. Ну я сейчас стал возражать. Ну он на полном серьезе это ответил. Ее называют, мы, ну в общем-то правильно, мы же в России находимся. И возрождение. Вот возьми у нас. Люди все сознательно пришли, приняли Христа, сознательно приняли крещение во взрослом состоянии, все до одного. Все. Видите, правила знаем, Библию читаем, но это даже капли нету. В этом море индиферентности, безразличность всего, что творится. Еще можно? Ну я хотел бы еще, никто не дальше не ответит. Ну как бы Грина Тимович сказал, ну тут не до конца еще пояснить надо, опять же местами ответа вот этого. Дело все в том, что Христос пришел не закон возвысить, чтобы люди исполнили его, а вообще новое обетование дал. Понимаете? Да. Без Христа не было бы спасения никому вообще. Все творят все новое. Никого бы не было просто без Христа. Не то, что Иоанн Креститель бы не спасся или еще кто-то. Да это праведники. Представь Богородицу. Куда праведней женщина? Нет. Оказывается, нужен был Христос для того, чтобы закон он привел нас ко Христу. А для этого сам Христос должен прийти. Вот почему сатана и не смог узнать. Потому что Господь все делал кротко и смиренно. И этим показал нам, как надо себя вести здесь на земле, чтобы дожить до Царства Небесного. Кротко-смиренно и сам сатана не смог узнать кто он, зачем пришел и как будет спасение произведено людей. Уже всех, кажется, выбил. А нет. Благодать Христова как воздействовала. Что сейчас сколько людей идут к праведности. Иконы, сколько их уже икон святых. Но не все же они неправильные. Ну давай дальше что-то задуматься. Девятый стих. А для язычников из милости, чтобы славили Бога, как написано, зато буду славить тебя Господи между язычниками и буду петь имени Твоему. Толкование. Происшедшие из уидеев, хотя и не достойны были, однако имели обетование. А те, призванные, а ты призванный из язычества, спасен по одному человеколюбию. Поэтому и обязан ты особенно славить Бога. Бог же славится тогда, когда вы живете в союзе и единении между собой, когда ты сносишь немощных. Можно. Я тут на этих словах вспомнил, что больше должны славить. Вот евреи показывают сейчас стену плача. Видели, да? 12 метров вот такая стена. На самом деле это не стена. Это гора моря была. Ну, холм. Холм. Гора такой высокий. Там семь холмов было в Иерусалиме. И вот где гора моря, там храм Соломонов стоял. Но сначала то он маленький был, но он всего-то 10 на 20 там. Вот такой. Ну и там была ограда там еще. А потом-то его расширять стали, расширять. Там надстройки там священники жили. Ну там много-много жили. Там вот помните пророчица все время написано о ней была Анна. Тоже рядом жила. Там прям были жилые помещения. Вот в стенах везде. Там дворик был женский. Все это. И его расширять начали и засыпали вот это все пространство горы. А для того, чтобы земля не высыпалась вот такие каменные плиты наложили до 50 тонн. И все удивляются как такие сложные огромные плиты вот эти можно было каменные так уложить точно. И вот сейчас там евреи стоят молятся показывают. Ну грандиозное сооружение. Как будто бы вот как плывешь по реке и ну раз из скалы видишь и ну грандиозно природа сделала. А здесь человек. И они около этой стены стоят евреи и вот так вот читают молитвы и вот так все время шатаются шатаются. А кто не знает те подумают да что они с ними что они беснуются. На самом же деле если мы будем знать еврейскую историю то они это выражают выражают свои эмоции вот так вот допустим если они читают о боге что я трепещу пред тобой и я страшусь как показать это и они вот дрожат и вот этот читаем Достоевского как она называется то его нет нет Достоевский писал о каторге нет 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 о каторге как он сидел записки записки из мертвого дома и там у них еврей был и он описывает еврея как он и все уходили когда там начинал начиналась суббота там выходили куда-то шли а он оставался одевал свои вот эти вот и становился и начинал вот так трепетать и когда его спрашивали ты зачем так дрожишь он говорит я показываю страх пред богом и трепет потому что так пишет Давид что мы так должны себя показывать и вот они вот так вот показывают как они трепещут пред словом божьим как они молятся выражая все но это может неправильно но у нас то нет такого понятия ну вот мы крестное знамение поклон очень здорово земной поклон ну это вообще великолепно но вот такого чтобы как-то показать как вот Игнать Тихонович сестра тут приезжала и он говорит ну покажи что такое умиление и она встала вот так перед иконой так ну вот такого-то у нас нету хотя в принципе в принципе у нас не должно быть вообще этих чувств театральных почему евреи кстати хорошие актеры я думаю а русские не очень у нас должно быть это от сердца все исходить я в семинаре был московской ну я говорю вот у вас почему так считают так как непонятно а как я говорю нужно вот так считать помилуй меня Боже по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоей безглад беззакония мои я тоже так считаю я говорю а как так где там завить к избегайте завить к избегайте это чтец который всем славится я говорю все начинай помилуй меня Боже по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоей беззакония мои и многократно мои беззакония на гору когда идет раньше было то паровоз шатунами работает вот так не моргнет ничего всякое чувство проявленное в молитве это от лукавого даже бесчувственность полная я там а чувство не выражается Бог смотрит на другое на сердце а что как артист помилуй меня не надо ничего трясутся евреи так мехорадка их забрала натворили столько дел теперь трясутся искусственно дает он уже не трясется а когда страх найдет вот там трясешься я говорю что мы каждый раз на второй строитель в 12 ночи выходили ну там работали начитывали и выходили половички потрясти народу там много и вот вышли я говорю следят опять а как там деревья и они там машину поставили тень и его не видать а там прожектора около линия железнодорожная а он как выходил дверку-то повернул и она сразу смекликнула свет открыл и назад я говорю здесь и что делать ну ничего делать я говорю давай на ту сторону дороги перейдем от нашей комнаты туда перевели и в кустики в кустики сели а кустики маленькие деревья большие глянем из машины выскочили человека три здоровые ребята сразу побежали туда и побежали мимо нас пробежали на той стороне на перехват они же не знают куда я там пошел на меня напал то ли страх то ли я сижу вот так у меня трясет жаркий летний день я ничего не могу сделать с собой никого не эту никто меня не бьет а я сижу меня вот так трясет трясусь а сижу вот они значит там они сошлись и нигде нет они опять разошлись и тогда решили кусты проверять и тут увидали нас мы в кустах сидим рядом посмотрели и пошли дальше как они ко мне посмотрели у меня все пропало я нормально смотрю пока их не было как один когда арестовали священника он говорит первую ночь спокойно заснул когда арестовали а ты трясся каждую ночь так что когда крест пищит будешь трясись будешь здоров так они отстали вас не трогали они только следили кто здесь есть кто приходит уходит фиксирует и от меня кто уходил с пленками дорога всех данного арестовали в дороге а говорят у вас такое а почему а тут кто-то обокрал случайно к вам может посунули ну и пленки а что у вас тут на пленках уже магнитофон если одного сразу прослушать ну а сейчас там Исаак Сирин а нет на полминуты уже засыпать начинают эти компетентные вагон Исаак Сирин это это похлеще Маяковского ну там это нет Исаак Сирина не осили ну и что они вас посмотрели вы и пошли домой да они посмотрели конечно мы тогда домой пришли я туда вышел нормально у меня ничего нету еще я дрожал а я ничего могу сделать на тело напала дрожь да нервная дрожь я знаю что такое дрожать я такого Захария научил я вот можно вспомнить вспомнил еще Бриана Грилса этого но меня я хочу сказать я посмотрел выжить Бриар или Биар Грилса я хочу сказать он мне знаете чем поразил даже вот этот человек ну как бы эмоции во мне поднялись интересные такие что вот как бы можно сравнить вот есть христиане и есть неверующие люди но его как-то к верующим тяжело отнести ну к неверующим и он как бы вот это знаете квентэссенция вот выжимка концентрат вот всего что есть в человеке вот ну без Бога вот так биться за свое существование столько знать он же предвосхищает вот как бы события старается предвосхитить и у него почти всегда получается я думаю ну тут конечно помогает ему кто-то но раз он крестится он крестится вот так да то наверное он все-таки поминает Господа потому что вот так предопределить это же допустим там он там и в холодных и в таких против течения стоит как правильно нужно идти там как да сбивает его как себя привязать чтобы не захлебнуться это знаете сколько надо знать это очень много я сам туризмом занимался ну столько много я не только знать но и уме да и главное вот это надо все еще переживать я к чему говорю переживать переживать да и переживать не переживать я хочу сказать что а вот христиане вот концентрация христианина очень сложна ну конечно можем сказать вот Иоанн Христитель допустим представим Богородица апостолы это ну светочи столпы церкви ну как до них дорасти ну никак не дорасти до них это очень сложно но какой-то средний уровень христианина должен быть и вот так же мы христиане как этот Бреал Грил сбьется за жизнь вот так же мы должны точно знать все о о душевном о духовном о спасении да и я когда посмотрел думаю ничего себе сколько он все узнает я думаю а мы то христиане и все не смотрел он каждый корешок но я все еще не смотрел какая концентрация какого витамина в какой рыбе какую часть можно взять любого червяка и он говорит с чем его есть да какой отравляет какой не отравляет какие калории где бы он ни был в любой части света он все знает скорпиона змею там все он рассказывает и что можно отрезать выкинуть или закопать что яд опасно а это съедает сырое вареное если получится а если нет то сырое очень интересно и полезно посмотрите даже с той точки зрения что ну вот скажем наступило какое-то время такое легкое для христианина и христианину выживать в этих условиях тоже придется полезно взять для себя апостол Павел говорит как те воздерживаются для получения венца тленного а мы не тленного то есть даже подражать многие бегут один получает награду те воздержат от всего спортсмена а он-то смотри какой поджарый как он плывет как замерзает там бросают его куда-то там одни крокодила в Амазонке по вершинам деревьев пробирается вообще это супермен самый настоящий я не знаю я хоть не смотрел за него дрожало все настолько страшно да Надежда полюбил Игнатий Игнатьевич как вы считаете что бы вот вот случилось допустим у нас христиане пошли скрываться в горы от преследования вот что бы вы допустим взяли вот из этого Гринсова и все серии посмотрели и что бы вас смутило как христианина вот то что он себе позволяет так скажем я бы пошел в город спасать и еще взял чтобы вы взяли и что бы вас смутило что он себе позволяет что он конкретно то имя что он позволяет в этой автономке он ничего не позволяет по другому нельзя выжить любой ценой нет у нас не должно быть мотивации любой ценой ну знаешь как протокол по вакуум когда вернулся оттуда и Аз многогрешный то есть я многогрешный приложился к звероядине нельзя христианам есть а больше не было 450 кажется человек уже погибло казаков от голода такой был воевода Пашков кости там поосставались от лося волки задрали я дробил и из них этим мозгом пытался разбавить там землю траву и ел обстановка показывает а ты стал боюсь конечно стал я не ел я бы ел потому что выхода нет это смерть к человечему не стал боюсь а это бы конечно можно было упереть я лучше умру но откуда лучше для вас может лучше чтобы я остался лучше непременно во первых надежда это в русском переводе так звучит выжить любой ценой а по-английски это не так совсем если дословно ну там по-другому выжить вот таких крайних критических в экстремальных выжить в экстремальных условиях а такой перевод вольный перевод выжить любой ценой любой ценой это значит пойти для христианина невозможно пойти на то что нельзя христианина я хотел сказать что этот Бриалан Гринс он мне напомнил Игнатия Тихоновича только в духовном виде если тот все знает то там как червяка съест Игнатия Тихоновича какой вопрос не задашь он даже знает где не надо отвечать вот как Господь его тоже на духовное нацелил и в общем-то ну пример есть у нас так что ну хотя бы пример мы явно видим для подражания знания Слова Божьего я бы пошел если бы раньше было вот это там которые побежали в Легион я бы пошел когда в Алжире началась война я сразу пошел в команду недобровольцем пойти в Легион я ходил но меня не взяли потому что я нужен был в другом месте ракетные части в это время только что образовывались а в Легион прям именно вы хотели там же учили отправляли через них проходить не пришлось я все время занимался спортом супер много проделал чего-то и вот для этого дело стрелять там переползать этими сканатами я смотрю у них мне это все знакомо но у меня значит другой путь на другое Бог направил я еще ни разу никого не встретил буквально с 5 лет у кого была бы такая цель как у меня я ни о чем больше не думал стать террористом больше ничего не хотел я с одной беседовал она из сектантов пришла в православную я говорю ну у тебя маленькая была девочка была мечта да я всю жизнь хотела научиться воровкой быть воровкой почему в Одессе жила вали хорошо там живут говорит воровкой а я хотел отомстить коммунистов за то что они сделали с моей родиной Господь направил другим путем ты будешь страдать тебя будут убивать коммунисты тебя будут убивать да да это прекрасно просто ну что все у вас да все славу я маленький деду хотел сказать может кто не знает 50 лет назад погибла группа Дятлова кто знает да в 59 году ну в 59 сейчас его чтение есть группа 9 студентов ну один из них комсорг видимо был у них и они пошли там переодолеть какие-то города невысокие и они на первом этом холме потерялись и их нашли значит нашли в разных местах палатка разрезана изнутри они из палатки выскакивали в носках обутых нету переломанные ребра все у них переломано в разных местах было и никто не знает думали недалеко лагерь из лагеря никто не убегал местные жители ну местные жители не русские может быть там что-то было тоже нету по сегодняшний день загадка для всего мира и всех нашли Игнатий Иванович там еще в одежде они мужчины в женской одежде женщины в мужской то есть одежда некогда было там во всякой разной вчера новую версию они показали что какое-то там метеоусловие один какой-то высказал и температура с 15 до 50 градусов надо подняться наоборот бы они оделись тогда я говорю какой-то там столкнулись циклона и прочее никто не знает но видно что на лицах застывший ужас какой-то был что они увидели и притом бежали они в разных направлениях туда-сюда застрявшие все в носках разувшие и главное они не побежали а ножом располоснули палатку вот что это такое с демонами а тебе это надо мне это не надо но это неплохо если знать если смертельная опасность она может такая же рядом где-то ходит но там каких только не было специалистов по всем областям там и геологи и метеорологи уголовно-родские никто не может ничего решить даже в советское время и по сегодняшний день там и англичане и ирландцы работают над этой темой ну все данные дают им даже предположений там сотни но все они нереальные молодые люди пошли последние фотографии сейчас показывают в интернете как они целуются прощаются и наконец никого нету что это такое а если бы я там оказался ясное дело пошли без молитвы это я точно знаю комсомольцы второе ложились спать без молитвы если там какие-то девчата были что там было где ну я вот слышу когда говорят вот поступили так-то так-то я в этих местах был со мной так не поступили как а что с вами было ничего у меня там не было просто нормально я вышел так там вообще никто не выходит я вышел а почему а к тебе вот такой-то подходил да подходил ну я не рассказываю что а что вы сказали ничего не сказал я сказал я христианин вот мы думаем сейчас проехать через Чечню может быть даже в Грозном побываем а если вас а если вас остановят там сейчас отберут машина этих всех закуют и в рабство все может быть а может быть мы с Рабзаном Кадыровым встретимся у меня есть что ему сказать будет мы молимся об этом молитесь а дальше идем на Грузию на Армению на Азербайджан сейчас берем оттуда уже данные а Кадыров простой он с вами легко встретится он простой еще с бородой вы с такой да бог его знает ну так конечно страшно из дома уходить страшно ничего бог делает так да я заранее уже боюсь Игнат Тихонович куму на уму поклон он мой кум знаете когда в город-то собирался этот Распутин ему говорят ты там разбратишься а бог а как же бог 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 все может сделать так конечно то что мы сегодня говорим на уровне фантастики в течение одного года побыть там я посчитал 35 государств с остановками с дарами возможно ли это ну не знаю я вообще ничего не знаю по тем дорогам даст бог да я представляю что допустим Влада мы вернулись и как мы тогда будем с вами говорить с какими дарами мы приедем сколько мы можем вам рассказать показать здесь это все в интернете будет выставлено да сильно сильно очень ну вот так а сколько знакомых будет да знакомых то нынче сколько у нас появилось а это совсем другой уровень тогда уже можно будет будет ездить спокойно в отдельные страны божьей милости будь мне грешным создав имя господи помилуй меня бесчислое согрешил господи прости меня грешного и помилуй за молитвы святых отец наших господи иисусе христе сыне божий помилуй нас амин амин царю небесный утешителю души истины и живи здесь и вся исполняя сокровища благих и жизни подателю прииди и вселись овны и очистены от всяких скверных помилуй нас и Боже святые critки святы и бессмертные помилуй нас святые Божьи святые и Sydney and И Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже и Сына небесе, как да светится имя Твое, да приди Царствие Твое, да будет воля Твоя, як он на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем блажняком нашим. И не веди нас во искушение, но избави нас от лука вагом. Твое, Царство, сила и слава во веки. Аминь. Слава Тебе наш Бог и Его, а во Отче. Мы просим Тебя, Господи, благослови нас и это место. Если это от Тебя наше путешествие для благовестия, устрой его. Покажи, если угодно Тебе, почему погибли эти люди, чтобы с нами не случилась подобная беда. Ибо Ты сам сказал о погибших у Силамской башни, что если не покаетесь, так же погибнете. Мы ничем не лучшие, Господи, но Ты нас пощадил. Ты совершил Твое избрание, слава Тебе. Веди нас Духом Твоим, святым. Коснись сердец всех, которые не познали Тебя, как должно, откройся им. Благослови правителей этой страны, патриарха и епископов, священников. Православных и неправославных. Приведи к единению по слову Твоему. Тебе, Боже, слава за все вовеки, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Богу слава. Я всегда молитву, чтобы Бог благословил и издать книгу. У меня полностью готовы на четыре книги стихи. Мои стихи, четыре книги по 800 страниц. Все уже отредактировано, только отдать. Но денег нет. Требуется миллион триста тысяч. На четыре тока. Смейки, урава.